Российский диктатор Владимир Путин заявил, что сожалеет только лишь о том, что не напал на Украину раньше. Цитата. Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми, сказал он в интервью российским пропагандистам. Начнем с этой темы разговор с Тарасом Загородним, политехнологом, который присоединяется к нашему эфиру. Тарас, здравствуйте. Да, здравствуйте. Приветствую. Кому посыл? Ясно, что он жалеет только об этом, скорее всего, что не напал раньше. И, кстати, а когда был идеальный момент для Путина для нападения на Украину? В 2014 году он мог бы развязать то, что развязал в 2022? Да, мог. Мог, в действительности, учитывая состояние украинской армии, которой фактически тогда не было. Помним тогда, на начальном этапе, там около 6000 боеспособных людей было на всю украинскую армию. Шок от Крыма и так далее. Поэтому в данном случае, конечно же, тогда он мог это сделать, но он решил пойти по пути спецоперации. Не ожидали они некой такой активной реакции, даже слабой, но активной реакции тогда, на тот момент Запада. Но потом они, конечно, все это переварили и начали идти по проверенному методу создания вот этих квази-республик и запихивания их в тело государства. То, что они делали в Карабахе, то, что они делали в Приднестровье, в Грузии и так далее. Мы вас услышали, Тарас. Теперь хочется перейти к теме, конечно, которая сейчас у всех на устах. Кончина Алексея Навального, то, что произошло сегодня. Ну и, Тарас, давайте начнем с вопроса, который также всех очень сильно интересует. Ну, кто убил Навального? Сомнений ни у кого особых нет. А вопрос другому. Почему именно сейчас? Почему за месяц до так называемых выборов в Российской Федерации? А неважно, кто убил. Знаете, в политике есть такое правило, неважно, кто что делает, на кого подумают. Ну, все подумают на Путина. Ну, однозначно. И это очень хорошо в данном случае. Почему за месяц до выборов? Ну, потому что нервничает Путин. Очевидно, они нервничают по поводу так называемых выборов. До этого они сняли этого надежды на тоже ихнего марионетку. Но даже такая вот слабенькая антивоенная риторика, которая, в принципе, ложится в ожидании российских людей и российского народа. Там же антивоенная риторика заключалась в том, что давайте останавливать войну, но не отдавать территории. Даже это немного, ну, сильно переполошило Путина и его окружение. Вот они сняли его с выборов. Ну, следующий Навальный в данном случае как альтернатива Путину. Ну, это, я считаю, очень хорошие признаки говорить о том, что режим понимает свою неустойчивость и пытается закрыть то, что называется на воду, пытается закрыть любые возможности для смены Путина. Это очень хорошо в действительности для Украины, поскольку окончательно убеждает Запад в том, что Путин слетел со всех катушек, которые только возможно. И столкновение, например, с НАТО, оно неизбежно при Путине, по крайней мере. И нет альтернативы на горизонте. А Навальный был бы очень опасным в действительности, его приход к власти для Украины, поскольку он мог там объявить о какой-то там демократизации, как это было в 90-м году. Давайте снимайте санкции, заволынить ситуацию с Украиной разными способами и подготовиться к новому реваншу. А так, ну, всем очевидно, что этот бес будет идти до конца в данном случае. И это продолжает напряжение в элитах российских, которые тоже это понимают, ну, тупиковость ситуации. И посмотрим, что будет дальше. Ну, то, что это однозначно, даже если он давал приказ, даже если не он давал приказ, это, знаете, подтачивает легитимность его власти. По крайней мере, в глазах элитов. Внутри страны. А легитимность его власти в глазах международного сообщества. Юлия Навальная вот только что закончила выступление на Мюнхенской конференции по безопасности. Одна цитата. Призывает все мировое сообщество, всех находящихся в зале, всех людей в мире сплотиться, победить зло, победить ужасающий режим. Этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все эти ужасные вещи, которые они делают с моей страной в последние годы. Что мировая общественность, как будет реагировать на это? Ну как, озабоченность, конечно, будет. Но, надеюсь, они не только озабоченностью, а все-таки будут готовиться к войне с Путиным, и особенно это относится к странам Европы в данном случае. Но, посмотрим, тут вопрос, будет ли они признавать его легитимным президентом. А вот это вот интересный вопрос, насколько они будут его признавать легитимным президентом и легитимность этих выборов. Потому что вот в середине прошлого года, если я не ошибаюсь, была интересная резолюция ПАРЭ, по-моему, или Европарламента, где они фактически признавали Путина в качестве диктатора. А вот после 17-го числа, когда будет он там переизбираться, ну в кавычках, конечно же. И это вот интересный тоже поворот, когда еще будут разворачиваться события. А так, я считаю, что чем больше трэша в России, тем в данном случае растут шансы, что Украине оно будет долгосрочно помогать. И, ну, конечно, многое тоже от нас зависит. После убийства Путина, Путиным Навального, республиканцам будет сложнее оправдывать свои действия в Конгрессе? Слушайте, ну давайте не республиканцев, да, тоже не полностью говорить и не демонизировать ни Трампа, ни Байдена в данном случае. Украина стала заложником политической, внутриполитической борьбы в середине Соединенных Штатов Америки. Вот Култ Волкер выступал буквально сегодня на Мюнсенской конференции. Он открыто признает, что 80% Конгресса поддерживает, и Палаты представителей поддерживают поддержку Украины. И там голосов будет за 300 при необходимых 200 там чем-то, 228. Поэтому в данном случае мы должны понимать сложности, ну, внутриполитической повестки дня Соединенных Штатов Америки и то, что происходит. А то, что идет дальше во фронт, да, это снимает некоторые аргументы в отношении тех, кто выступает за различные способы договориться с Путиным. А сейчас, очевидно, с Путиным невозможно договориться. Здравствуйте. Если говорить о той самой Мюнхенской конференции по безопасности, завтра должен выступить президент Владимир Зеленский. Скажите, пожалуйста, а вообще, насколько важна данная площадка, если учитывать то, как развиваются события насыщенно сейчас? Вот по состоянию на 17-е, завтра будет 17 февраля 2024 года. Насколько важен этот визит в Германию Зеленского и вообще эта конференция? Ну, важно то, что сегодня было подписано. Сегодня же было подписано соглашение с Германией о поддержке. Такое вот, то, что вот такие... Это не гарантии безопасности, а гарантии беспековое спевробительство. Ну, это хорошо, это то, что обещали, в принципе, G7. Там конкретная помощь, тоже на 10 лет и так далее. Это, ну, то, что нужно Украине сейчас, это заползание под зонтик безопасности, фактически получение гарантированной помощи Украине. Вот, если Британия дает 3 миллиарда плюс-минус год, то вот Германия, судя по цифре, где-то 7 будет давать. Ну, дальше считайте, что около 20 миллиардов в год, это только военной помощи Украине будет предоставляться. И это очень хорошо, потому что, по сути, это и есть НАТО, только без пятой статьи и обещаний воевать за Украину. Но это гарантии, это гарантии военной помощи. И это очень хорошо зафиксировано на бумаге, потому что у нас же ничего не было зафиксировано на бумаге. И поэтому в данном случае это хорошо. А БСПКова Мюнхеская конференция, ну, это больше такой, как бы, необязательный для тех людей, которые там присутствуют. Там каких-либо решений таких судьбоносных не будет. Ну, обмен мнениями на видение безопасности в Европе и в мире, которое потом выльется в конкретные документы правительств, решений парламентов и так далее, конечно же, оно дает. Какие еще вызовы сейчас на столе обсуждения в этой Мюнхенской конференции по безопасности? У нас минута остается. Украина важная тема, но не только... Принятие реальности. Принятие реальности, это то, что вот заявил два месяца назад премьер-министр, не премьер-министр, министр обороны Британии, что мирное время закончилось. Все, сладкие жирные года закончились. Время готовится к войне и к новой безопасности, к новой реальности. Надеюсь, это все будет услышано и будет реализовано в конкретных вещах. Тарас, спасибо вам большое за эту беседу. Тарас Загородний, политтехнолог, присоединялся к прямому эфиру телеканала Фридом.